МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ливашинском районе не поделили воду. Джаматы требуют маслята. Тот случай, когда власть работает в пожарном режиме. На неделе активизировался в Рио главы Дагестана Владимир Васильев. Встречи, назначения, заявления. Сам Васильев говорит. Меня долгое время не было в республике. И сейчас, погружаясь в тему, я вижу, как много сделано по вопросам безопасности. У нас уровень преступности значительно ниже, чем в целом по России. Если этот показатель наложить на уровень обеспеченности, который, к сожалению, пока еще низкий по сравнению с общероссийским, то это большое достижение. Иметь меньше, а обеспечивать порядок лучше. За это нужно сказать спасибо всем солдатам правопорядка, командирам, генералам, ну и, конечно, всем, кто работает во власти и жителям республики. Мы научились бороться с терроризмом, учитывая, какая непростая ситуация в мире. Еще одно важное направление для работы – уважительное отношение к людям. И этой темой мы будем заниматься вместе с прокуратурой, правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями. «Мы будем работать над тем, в чем заинтересован каждый житель Дагестана, в том числе над повышением эффективности работы полиции, а также профессионального и вежливого отношения к людям», – заявил руководитель Дагестана. 9 ноября Василий провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Андреем Струковым. Это реакция на жалобы дальнобойщиков, которые на прошлой неделе громко заявили о поборах на российско-азербайджанской границе. В так называемом «золотом мосту». В соцсети попали два видеодоказательства – хамства и поборов со стороны таможенников. И я деньги не взялся с тобой. Это хорошо, не взял, черт с тобой. Отпустим на тебя. Но в следующий раз такое будет, смотри, проблема будет у тебя. Мы тебя поставим на досмотр. Когда грузчики придут, тебе скажут 20 тысяч деньги дай, вот это ты подумаешь. После этого инцидента Васильев поручил разобраться вице-премьеру Рамазану Джафарову с коллапсом на границе из-за протеста дальнобойщиков. Васильев на встрече с российским таможенным чином сказал, цитирую, Тема коррупции присутствует, с ней надо бороться. В связи с этим надо обратить внимание на то, что у нас есть механизмы, когда работают спецслужбы, правоохранительные органы. А есть еще требования, которые предъявляются к госслужащему. В частности, законодательство, которое предусматривает декларирование доходов и расходов. Мы будем эту работу в республике активизировать. Это не требует больших затрат и будет хорошей профилактикой. Не будет смысла получать теневые доходы, если за них придется отвечать как за доходы или расходы, не за декларированные. Тема остается на контроле в зоне постоянного внимания, отметил Васильев. В тот же день состоялась встреча с уполномоченным при главе по защите семьи, материнства и прав ребенка Мариной Ежовой. В рамках встречи обсуждены вопросы возвращения детей, находящихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Тема серьезная и требует оперативного вмешательства всех заинтересованных сторон. Такая работа, судя по всему, идет, но работы в этом направлении еще очень много. Первый пошел. Состоялось ключевое назначение в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. Но это не председатель правительства, а глава администрации. Владимир Иванов. Знакомьтесь. Им стал Владимир Валерьевич Иванов, 1971 года рождения. Работал руководителем аппарата фракции «Единороссов» с октября 2016 года. В аппарате Госдумы России с 2012 года Владимир Иванов – выпускник Санкт-Петербургского университета Министерства внутренне. Владимир Валерьевич показал себя как эффективный управленец. Убежден. Его хорошее знание системы государственной власти, многолетний опыт взаимодействия с должностными лицами, депутатами разного уровня, а самое главное – внимательное отношение к людям послужат на благо Дагестана. Все верно. Дагестану, как воздух, нужны эффективные менеджеры во власти. Не интриганы и жулики, не клоновики и коррупционеры, на которых клейма негде ставить. Необходимо формировать правильное и, главное, честное окружение, а не заниматься очковтиратистом и демагогией. А потом уж и бораться за министров. Хотя за министров уже взялись, слухами земля полнится. На прошлой неделе мы говорили о том, что кресла зашатались под ближайшим окружением в Дулатипово – Шаховым и Омаровым. Дальше больше. Очередь за другими одиозными политиками. Мало ли какие следственно-оперативно-силовые тучи могут сгуститься. Никто не застрахован. Никто. В Госдуме прошел правительственный час, на котором выступали дагестанские политики – коммунист Резван Курбанов и справедливорос Гаджимурад Амаров. Отметим, что Курбанов – депутат от Крыма, а Амаров – от Башкирии. Резван Курбанов говорил о погорельцах из высокогорного аула Мукок, что в Цунтинском районе – вопрос с возмещением ущерба, которым до сих пор не решен. Я хотел бы напомнить ситуацию, связанную с пожаром в селении Мукок, который произошел 21 августа 2016 года. С тех пор погорельцы, потерявшие кровь, получили всего-навсего 5000 рублей компенсации. Обращался депутат к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который пообещал в ближайшее время заняться этой проблемой. Другой вопрос озвучил Гаджимурад Амаров, который обратил внимание депутатов на нераскрытые громкие уголовные дела и расследование уголовного дела о нападении на него в феврале 2015 года. Колокольцев в ответ на обращение дагестанских депутатов сказал, что истина всегда посередине. Правоохранители спокойно будут продолжать работать. Спокойно будем продолжать работу и по наведению порядка среди самих сотрудников органов внутренних дел дагестанской полиции. Но в то же самое время будем спокойно, комплексно и системно работать по выкорчевыванию фактов злоупотребления руководства республики. И будем помогать Василию Владимиру Абдулевичу, временно исполняющими обязанности президента, руководителя республики в наведении в этой республике порядка. Элементарного порядка, который он народ республиканский заслужил. И здесь в нашем лице можно только видеть сторонников и действительно инициаторов проведения подобного рода мероприятия. В общем, все дело без шума и пыли. Спокойно. Обратите внимание, министр говорит о выкорчевывании злоупотреблений руководства республики. Вот это да! Мы-то пять лет слышали о том, что Сталин на путь истины, а из Москвы пришел вот такой привет. В республике активно будут работать представители следственных и силовых органов России. Именно это имел в виду министр внутренних дел России. Недоверие к местным правоохранителям. Нет, мы вам доверяем, но и проверяем. Проверяем области, которые уже стали притчами во языцах. Чиновничий блок, таможня, образование, медицина, страховые выплаты, справки об инвалидности, социальная сфера. Все эти назначения и заявления и в целом события вокруг Дагестана говорят лишь за то, что дагестанские элиты полностью дискредитированы и выведены из игры. Понятно, что это произошло по объективным причинам, то есть по вине самих элит. Да и элит-то больше нет. Есть кучка коррупционеров и халуев, как, впрочем, описывал правительственный актив сам экс-глава, хотя параллельно не переставал говорить о какой-то команде. Противоречив был, однако. Общество, затаив дыхание, ждет. Вот, неужели очищение, о котором так много и смачно говорил Абдулатипов, грядет? Поживем, увидим. 2017 год, год столетия революции. В феврале буржуазное, это когда царь отрекся от власти. На этой неделе вспоминали Великий Октябрь. Сто лет со дня революции, сменившей эпоху. Либералы называют его переворотом. Вслед за буржуазной революцией в России пришла революция большевиков. Революция, которая свергла либералов-социалистов в лице кадетов, эсеров и других меньшевиков. Победил курс большевиков во главе с Лениным. Хотя сейчас и роль Ленина считают все больше условной. Он лишь воспользовался тем, что заполучил то, что подготовили троцкие и решительно настроенные пламенные революционеры. Наступил октябрь. Октябрем в советские времена коротко и любовно называли революцию, которая по старому стилю произошла 25 октября. По новому же день приходится на 7 ноября. Старшее поколение, конечно, помнит главный праздник страны – Красный день календаря. Общесоюзные демонстрации, шествия, праздник с кумачевыми стягами и транспарантами. Слава октябрю! Славу воспевали новому строю, новому курсу в соответствии с решениями съезда КПСС, Коммунистическая партия СССР. Когда-то с риторикой о политической смене и социальных переменах, о всеобщем равенстве выплеснулись водой и ребенка. Демон революции начал пожарать не только врагов, но и своих детей. Дагестан вслед за остальной Россией погрузился в гражданскую войну, а затем в пучину репрессий и гонений на всех инакомыслящих. Монархический режим, более или менее либеральный, к мусульманам сменился тоталитарным строем большевиков. Американский Белый дом сообщает о 100 миллионах жертв всех коммунистических режимов. «Кажется, урок из всех революций таков. Тоталитарные режимы, которые себя считают вправе убивать и насиловать людей, других убеждений, рас, религий и национальностей, неважно, как они называются и каких течений политических блоков и взглядов они придерживаются, рано или поздно окажутся на свалке истории». В Дагестане также вспоминали этот день. Вспоминали не только коммунисты, но и пионеры в школах. О красном дне календаря, о празднике Великого Октября в стране, которой нет в материале Зумруд Гамидова. 7 ноября для всех людей, родившихся в эпоху Советского Союза, имеет особое значение. В этом году Россия отмечает столетие Октябрьской революции. Именно она стала началом создания Советского государства. Революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу огромной страны. В этот памятный день в Махачкале прошли торжественные мероприятия. Коммунисты и их сторонники со всех районов республики приехали, чтобы отметить Великую дату. Великую дату Великой Октябрьской революции. Это такой день памяти, который напоминает людям, что человек может и должен быть свободным. Он должен иметь возможность получать те социальные блага, за которые отдали жизни не только в прошлом веке, в 17-м году, а люди, которые и сегодня, и в Великой Отечественной войне отстаивали эти ценности. Революция – вековое событие, но столь важное, что сыграло значительную роль в развитии всего мира. А помнит ли народ то, что происходило в этот день сто лет назад? Она в свое время сыграла очень большую роль. Люди жили после революции в советское время очень даже хорошо. С одной стороны, лучше бы ее не было, с другой стороны, какие-то народные массы, видно, крестьяне, другие, кого-то эксплуатировали, кого-то, короче, раскулачивали. Мы жили, вот, коммунизм жили мы сами, да, ну, какой-то более стабильность была, какие-то 70-е годы, да, это, конечно, войны были, там, гражданская война была, конечно, очень плохая, да. Всегда все могли делать мы. А сейчас что можем? Что, эта пенсия нам хватает, что ли? Что, эта демократия нормальна сейчас? Октябрьская эволюция, я про нее читала давно, но уже забыла. Какие-то изменения, но подробностей не могу сказать точно. Были изменения какие-то, не могу вспомнить точно. Вынужденная эмиграция дворян, массовые убийства интеллигенции и духовенство. Вместе с тем, после переворота люди получили бесплатное образование и медицину. Даже спустя век не утихают споры о событиях той даты. Сегодня ставится вопрос, стала ли революция 1917 года трагедией или, наоборот, триумфом России. Эти споры общество раскалывает на две противоположные позиции. Одни стараются представить Октябрьскую революцию как большевистский переворот экстремистов, рушившихся к власти. Другие считают, что революция остается знаменательной вехой в жизни человечества, что она имела большое значение, в том числе для Дагестана. Во-первых, она повлияла на весь мировой исторический процесс. Это бесспорно. Она всколыхнула все страны. Можно спорить на эту тему, но факт, что эта революция, конечно же, наложила отпечаток на весь ход мировой истории. Это бесспорно. Кроме того, по мнению историков, революция дала новый толчок для развития образовательной системы в России. В отличие от царского правительства, которое не решало насущных вопросов народного образования, русская общественность активно включилась в поиски путей создания демократической школы. А вот после революции мы дали рывок. У нас в основном было духовное образование. Были мектеби, медресе, те, которые давали начальное религиозное образование. Но мы прекрасно понимаем, что имение, овладение религиозным образованием не дает широкий выход на культурный уровень. На самом деле, мы отсталось, наблюдалось во всех сферах. Я уже не говорю о здравоохранении. Однако не все разделяют такое мнение. Если сравнить население и число медресе в Дагестане того времени, уровень грамотности дагестанцев намного превышал грамотность европейцев. И это в дореволюционном Дагестане. Говорить о том, что тогда не было культуры, это неправильно. Тогда была та культура, которая тогда была. Если бы в те времена и кириллицу изучали бы, был бы, конечно, такой же уровень, который сегодня у нас в Дагестане. Давайте, например, с сегодняшнего дня введем в Дагестан китайский язык. И через сто лет давайте будем говорить, что Дагестан был некультурный. Дагестанский народ в лице красных партизан, защищая советскую власть, также доказал свою преданность социалистическим идеалам. И действительно, история полна примеров их упорного труда в самых разных сферах жизнедеятельности, проявленных рабочими и горцами. Наша республика, установив советскую власть у себя, развивалась более опережающими темпами, чем весь Советский Союз. Продукции давала выше. За 10 лет, первые 10 лет советской власти в Дагестане, бюджет республики был увеличен 14 раз. Доходы населения увеличились 8 раз. В этой борьбе выдвинулись сотни крестьян, которые вместе со всем советским народом строили новую, счастливую жизнь. Улубий Буйнакский, Джалалдин Каркмасов, Махачда Хадаев, Кадимагамед Агасиев. Имена этих людей никогда не будут забыты народами Дагестана. Социалистическая группа, которая возглавляла Махачда Хадаев, это были грамотнейшие, умнейшие люди Дагестана разных национальностей. У них не было этих мелких интересов. Был интерес Дагестан, единый Дагестан, чтобы он был свободен от всяких турок или англичан, от других, чтобы он народу принадлежал дагестанскому народу. Именно после революции произошли коренные изменения во всех сферах общественной жизни. Она навсегда изменила Россию. После победы Первой пролетарской революции Дагестан получил автономию. Стала мощно развиваться культура, сельское хозяйство и наука. На новый уровень вышли художественные промыслы республики. Великий Советский Союз не является больше единственной социалистической страной в мире, но он навсегда останется в памяти поколений. На неделе пришла новость о том, что товарищ Зюганов принял решение баллотироваться на пост президента России. Опыт участия в президентских гонках у лидера КПРФ уже больше 20 лет. Но больше всего шансов у Зюганова было в 1996 году, когда в стране еще был ощутим красный пояс и с коммунистами связывали большие надежды. Да еще ностальгия по потерянной стране после дефолтов, кризисов, приватизации и ваучеризации была жива и активна. И всегда провал при явных преимуществах. Не важно, как голосуют. Вновь разгорелся конфликт в Левашинском районе из-за воды. Район настоящих трудяк, пахарей, крестьян и фермеров, которым вода нужна как главный ресурс социального выживания. Еще в августе этого года толпы молодежи сел Цухта и Чуни столкнулись в массовой потасовке. Даже стреляли. Разгоряченных спорщиков тогда удалось развести, но проблема осталась нерешенной. Правда, непонятно, зачем нужно стрелять. Кулачные бои истари в стороне гор бывали, но аксакалы тогда не дремали. И при всей разности полярности мнений джаматов горного края нашим предкам удавалось обойтись без кровопролитий и серьезных конфликтов между общинами. В Дагестане села конфликтуют из-за земли в основном. Бывают конфликты и на почве бытового национализма, как в селах Калинаул и Ленинаулов, что в Казбековском районе. Все из-за того, что политики нам наследство оставили этнополитические мины, на которых мы то и дело подрываемся. Еще три года назад в Левашинский район выезжал Рамазан Абдулатипов, но тогда, видимо, не удалось решить проблему. Сейчас новое обострение. Здесь два села, два народа. В Цухтай живут даргинцев, в Чуни и Аварце. И это еще один фактор риска, вызов, перед которым порой пасуют даже бывалые конфликтологи, подагестанские маслеологи, маслятчики. Здесь главное дезавуировать провокаторов и не смотреть друг на друга сквозь этнические забралы. Сквозь узкие щели рыцарского шлема можно проглядеть человека. Оставить всякие высказывания друг о друге через призму этноса. Национализм, который пестовали по советскую эпоху с особым рвением, нужно оставить. Проблеме нужно подключать власти, а не ждать, пока само рассосется. Что же происходит в эпицентре конфликта? Где корень водной проблемы и как разуглить ситуацию? Из Левашинского района Абдулла Алиев. Левашинский район – один из крупных муниципалитетов нашей республики. Население здесь составляет около 76 тысяч человек. Большая часть из них – даргинцы, вторые по численности – аварцы. Представители обеих наций в районе на протяжении веков жили по соседству, мире и согласии. Но уже на протяжении 10 лет между двумя селами, где в одном проживают даргинцы, а в другом – аварцы, словно пробежала черная кошка. И теперь когда-то дружелюбные соседи затаили ненависть друг к другу. Вода – источник жизни, но в нашем случае она стала причиной для раздора двух соседствующих сел. В одном из них утверждают, что вода протекает на их территории, поэтому прав на нее у них больше. В другом же говорят, что они больше нуждаются в воде. Но итог один – от конфликта страдают обе стороны. Всему виной родник раздора на границе между селами Чуни и Цухта. Вода с источника поступает как в одно село, так и в другое. Основным ремеслом обоих поселений является земледелие, и каждому нужно достаточное количество воды, чтобы вырастить урожай. И вот в один день жители Чуни обнаруживают, что количество поступающей воды к ним в село стало меньше. Подозрения сразу же пали на соседей. Разгорелся конфликт, который длится уже около 10 лет. Открыли мы этот родник, посмотреть, в какой ситуации это уже лет 40, который не ремонтировался родник. И там выяснилось, что труба, по которой идет вода в село Чуни, абсолютно сухая. Ни капли воды не шло туда. А в сторону Цухта из двух труб шла вся вода. Наше одно требование всех чунинцев и моих – по закону решить этот вопрос. В 2008-2007 годах у нас резко сократилось количество воды в селе. Вот из-за этого, после этого, вот эти все стыдочки и начались. Никуда достучаться не может. Абсолютно не может. Наше мнение, то, что мы здесь говорим, то, о чем мы здесь говорим, абсолютно не доносится туда, куда нужно. Разделить воду пополам – такое требование выдвинули чунинцы к соседям. Те им в этом отказали. И, как выяснилось, у них есть на то свои причины. Село Цухта гораздо крупнее чунин и имеет больше хозяйств. По словам главы селения Цухта, именно поэтому его сельчане отреагировали отрицательно на это предложение. Вариант 50 на 50 их не устраивает. Чунин всего 340, но максимум 350 хозяйств. И теперь от источника самого вот этого, то чунин максимум километра, ну полтора пусть будет. И то на спуск. На селение Цухта хозяйств 650. На данный момент родник находится на территории Чуни в 8-7 метрах от границы с селом Цухта. Но по слам цухтинцев исторический источник всегда был на их территории. Но при заполнении документов произошла ошибка, и он оказался на территории соседей. Раньше все территории наших сельских поселений, раньше были карты, как вы знаете, там, бежевые знаки, там, где помпы, говорят, там, поломанные стекла или что-то закапывали, правильно? А вот эту систему старых карт перевели вот в те годы на систему кадастровых координат. Вот сейчас, которая через джипплей, спутник С, вот кадастровых координат. Вот при принятии этого закона, при установлении вот этих кадастровых координат, произошла ошибка. По ущелью, это ущелье называется Чинкалакар. Это в переводе с арминского, это ущелье Мельниц. Там исторически, тогда еще давно, в наше дедовое время, там несколько мельниц было. Все мельницы принадлежали жителям Цухта. Тюнинцы же утверждают, что и по историческим данным, примерно шесть веков назад, после мигрирования их предков в Левашинский район, их село находилось рядом с родником. В 1393 году, после нашествия Тимура и в 14-м году, это было 600 лет назад, Левашинское плато обезлюдило из-за того, что Тимур разгромил. И отсюда наши предки с Хунзавского района мигрировали первыми сюда. И здесь основали село. Основали где? Где очень много воды. У нас два больших родника. И здесь мы основали село. Конфликт разгорелся не на шутку. Уже неоднократно происходили столкновения жителей двух сел весной 2015 и в августе этого года. Последней стычки не обошлось и без применения огнестрельного оружия. К счастью, жертв нет, но несколько человек получили ранения. На данный момент чунинцы сдерживают свою молодежь от необдуманных поступков. Ситуация наколена до предела. Конфликт на сегодняшний день не разрешен. Ведутся переговоры с обеими селами. Далее мы приняли меры по избежанию очередных столкновений. Заключили контракт с подрядчиком. Проектно-смертная документация у подрядчика. Начали строительство водозабора. Так как конфликт длится не один год, информация о нем уже дошла и до вышестоящих лиц. По поручению уже в РИУ председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, на месте родника уже несколько месяцев ведется строительство дамбы, предназначенной для снабжения водой оба села. На постройку сооружения выделено более 30 миллионов рублей. Внушительная сумма, не менее внушительная, должна быть наверняка и сама постройка. Дамба, она снимет все эти вопросы. Она будет уже иметь две составляющие. Одна составляющая будет переходить на территорию селения Чуни, другая составляющая будет переходить на территорию селения Цухта. И тогда уже накопители будут находиться, два накопителя, и каждый будет фактически пользоваться водой со своего накопителя, и тогда сам вопрос, он уйдет. Дамба дарит какую-то надежду в разрешении спора между селами, хотя ее строительство, послан местных жителей, идет очень медленно. Глава района Шамиль Дабишев, совсем недавно вставший у руля муниципалитета, решил наладить отношения между соседними селами, посадив за стол переговоров глав Чуни и Цухта. Идутся переговоры на уровне глав, на уровне депутатов. Отправляем инициативную группу нашу, комиссию практически ежедневно направляем на сам объект. Чтобы не было опять-таки конфликтных ситуаций, наш отдел полиции направил, есть дежурят у нас на местах, работники полиции тоже. Стоит отметить, что на данный момент должного взаимопонимания между селами пока еще нет. Но по мнению Дабишева, после завершения строительства дамбы, напряженность в отношениях между чининцами и цухтинцами должна пройти, и вода, из-за которой то и дело вспыхивают споры, достанется всем поровну. В Дагестане очень важно соблюдать справедливость во всем. Тем более в распределении природных ресурсов, вода из которых является наиболее ценным. А для сельской местности вода это еще и важная часть для сельхозпроизводства. Жители в один голос просят включиться власти в окончательное и самое мудрое главное решение водного вопроса, который год уже наводящего тень на дагестанское традиционное братство в отдельно взятом Левашинском районе. Абдулла Алиф Магомед Магомедов, Нинус Гитихмаев. Специально для итогов недели ННТ. 10 ноября свой профессиональный праздник отмечали полицейские. День милиции, или как принято его называть на современный лад, День сотрудника органов внутренних дел. Праздник для республики это еще дань уважения к памяти тех стражей порядка, которые пали в борьбе с терроризмом. Нежегодно в этот день возлагают цветы к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов. У дагестанцев к милиции двоякое отношение. В лихолетие им приходилось выполнять несвойственные функции. В основном противостоять гидре терроризма. Не обошлось и без издержек, а возможны и перегибы в политике противодействия, когда от впрытия некоторых превышающих свои полномочия проблема увеличивалась. Нарастала радикализация молодежи. С тех пор утекло много воды. Уже не гремят взрывы. Хотя проблема, как паршивых овец, портящих статистику, так и нерадивых сотрудников еще остается. Каково общество, такова и власть. Аксиома. Пора очищаться от былых повадок, как обществу, так и его стражам. Избавляться от оборотней в погонах. Расследовать застарелые дела, которые годами пылились на полках по определенным субъективным причинам. Честность никогда никому не вредила. На праздники полиции побывала Хадижа Курбанова. Защита порядка, служение людям и родине – все то, к чему обязывает полиция. Ответственность за правопорядок в нашей республике лежит на этих людях, отношение к которым со стороны народа довольно противоречивое. За массой негатива в социальных сетях лежат героические поступки, память о которых стремительно остывает. Примеры героизма сотрудников дагестанской полиции сплошь и рядом. Только в этом году около двух тысяч страж порядка за исполнение служебного долга награждены орденами и медалями. 16 погибших, но оставшихся верными присяге. Что сказать? Что, не работали? Работайте, братья, вы. Один из примеров мужества и героизма полицейских – Тагир Абдулгалимов. Минувшим летом старший сержант из Избирбаша спас жизнь человеку. На юношу из Ингушетии наехал морской катер и винтом перерезал ему артерию на ноге. Парень потерял много крови, но его удалось спасти и только благодаря полицейскому. Я взял, который там находил, еще одна веревка была. Веревку взял, развязал, как они все слабые были, кровью истекал. Эту же веревку перевязал ногу до полной основки крови. Это не единственный случай, когда Абдулгалимов оказывает помощь согражданам. Этим же летом он спас утопающую женщину с ребенком. В тот момент он чувствовал большую ответственность, потому что не столпившиеся вокруг люди, а именно он представляет полицию России. Случаями, например, спасение людей не только на водах, на пожарах, автоматически гражданское население уже доверяет сотрудникам полиции. Что сотрудники полиции не только занимаются там, например, нехорошей деятельностью, или как некоторые думают так, а помогают гражданам, спасая их. На службе Абдулгалимов уже 4 года. Коллеги начальства с гордостью говорят о заслугах Тагира. О его героизме здесь узнали от третьих лиц. Сам сержант скромничает и не рассказывает о своих поступках. На слышке узнали и предложили ему самому, чтобы не скромничал. Решили довести эту информацию до руководства, до людей. То есть люди должны знать, что сотрудники полиции, кроме своей повседневной работы, еще и могут оказать помощь, спасти человека, который утопающего. Подобных примеров высокого уровня профессионализма сотрудников МВД в Дагестане немало. Профессию осваивает и прекрасная половина человечества. Так, Карина Османова, призер всероссийских соревнований по стрельбе из пистолета, служит за правопорядок уже несколько лет. Девушка мастерски управляется с оружием, всегда попадает в точку. На самом деле оружие мне нравилось с детства. Хоть это и не женское, как бы не игрушки тоже, все понятно, но все равно это завораживало. Отец девушки Магомед Османов, сотрудник МВД по республике Дагестан, трагически погиб от рук боевиков в ходе спецоперации в 2007 году. Сегодня его дочь, офицер полиции, вспоминает, что часто табельное оружие видела именно у отца. Поэтому интерес к нему у девочки был с детства. Отец служил в органах внутренних дел, работал. И для меня это было живым примером. То есть, видя его в форме, он приходил иногда с работы, было очень приятно на него смотреть, восхищалась. Своего рода так. И такая своего рода мечта появилась. Захотелось тоже, так же, как и отец. Служба полиции – это не просто призвание. Это осознанный выбор – посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и готовность идти на риск ради спасения жизни людей. Тагира Булгалимов – яркий пример мужества и героизма современной полиции. А Карина Османова демонстрирует высокий профессионализм женщины с оружием. С каждым годом список героев в рядах правоохранительных органов только пополняется. А Дагестан продолжает занимать в России первые позиции по уровню мужества. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов – специально для итогов недели. Это итоги недели по версии нашего телеканала. Все у нас будет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова